Субтитры создавал DimaTorzok На уроке вы узнаете о правописании ударных и безударных окончаний имен существительных второго склонения. Начать урок я предлагаю со словарной работы. Узнайте слово по его лексическому значению. Крупное одногорбое или двугорбое жвачное животное, отличающееся большой выносливостью и обитающее в пустынях и сухих степях. Верблюд. Транспортное средство для перевозки пассажиров и грузов, приспособленное для движения на колесах по рельсам. Вагон. Пакетик из бумаги для вкладывания в него письма. Конверт. Топкое место со стоячей водой. Болото. Вид городского пассажирского транспорта в виде рельсовой городской электрической железной дороги, обычно подземной. Метро. Водный источник, текущий из глубины земли. Родник. Подумайте, какие буквы пропущены в словах. В слове верблюд вставили гласную Е. В слове вагон пропущена гласная А. В слове конверт пропущена буква О. В слове болото вставили гласную О. В слове метро пропущена буква Е. В слове родник пропущена буква О. Скажите, ребята, что объединяет эти слова? Они все второго склонения. Вспомним, какие слова относятся ко второму склонению. Ко второму склонению относятся имена существительные мужского рода с нулевым окончанием и среднего рода с окончаниями О. Например, друг, лицо. Просклоняем существительные друг и лицо. Обратим внимание на окончание слов. Именительный падеж. Есть друг, лицо. Родительный падеж. Нет друга, лица. Окончание А. Дательный падеж. Дам другу, лицу. Окончание У. Винительный падеж. Вижу друга, окончание А. Лицо, окончание О. Творительный падеж. Горжусь другом, лицом. Окончание О. Предложный падеж. Думаю о друге, о лице. Окончание Е. Чтобы сделать вывод, обратимся за советом к ученому ОТА. Ударные и безударные окончания имен существительных второго склонения в одном и том же падеже пишутся одинаково. По ударным падежным окончаниям можно проверять написание безударных окончаний имен существительных этого же склонения. Запомните окончание имен существительных второго склонения. Именительный падеж. Именительный падеж. Именительный падеж. Именительный падеж. Думает о празднике. Окончание Е. Предложный падеж. Второе склонение. Любуется облаком. Окончание У. Творительный падеж. Второе склонение. Смотрит по телевизору. Окончание У. Дательный падеж. Второе склонение. Сидит под деревом. Творительный падеж. Второе склонение. Мечтать о подарке. Окончание Е. Предложный падеж. Второе склонение. Ищет в рюкзаке. Окончание Е. Предложный падеж. Второе склонение. Подошли к лесу. Окончание У. Дательный падеж. Второе склонение. Я думаю, у вас получилось все правильно. Ребята, прочитайте предложение. Задайте вопросы к выделенным словам. В каком падеже стоят эти слова? Взошло яркое что? Солнце. Туча закрыла что? Солнце. Какой падеж? Именительный или винительный? Как же определить падеж выделенных слов, если они отвечают на одинаковые вопросы? Нужно уметь различать именительный и винительный падежи неодушевленных имен существительных, так как они отвечают на один и тот же вопрос. Что? В именительном падеже имя существительное обозначает предмет, который сам выполняет действие. Солнце что сделало? Взошло. А в винительном падеже имя существительное обозначает предмет, на который направлено действие. Закрыло что? Солнце. Именительный падеж не употребляется с предлогом. На небе сияет что? Солнце. Винительный падеж употребляется как с предлогом, так и без. Трудно долго смотреть на что? На солнце. Существительное в именительном падеже в предложении выполняет роль подлежащего. Взошло яркое солнце. Солнце – это подлежащее. Существительное в винительном падеже в предложении выполняет роль второстепенного члена. Туча закрыла солнце. Солнце – это второстепенный член предложения. Определите падеж существительного кедра в этих предложениях. В питомнике растет кедр. Ребята выращивают кедр. Сойка села на кедр. В питомнике растет кедр. Кедр – это подлежащее, значит, именительный падеж. Ребята выращивают кедр. В этом предложении подлежащее ребята, значит, кедр – второстепенный член предложения. Это винительный падеж. Сойка села на кедр. На кедр слово употребляется с предлогом, значит, это винительный падеж. Подведем итог урока вместе с ученым АТА. Отличить именительный падеж от винительного у неодушевленных имен существительных второго склонения можно по роли в предложении. Если имя существительное – главный член предложения, то оно стоит в именительном падеже. Я думаю, теперь вы научились распознавать имена существительные в именительном и винительном падежах. И главное, запомнили падежные окончания имен существительных второго склонения. До встречи на следующем уроке! Субтитры создавал DimaTorzok